20 марта 1933 года в Алёк-Минске на свет появилась газета, её первый номер. 90-летняя дата более чем важна. Почти век газета доносит до читателей самые актуальные новости. Газета всегда важна в жизни человека. Сейчас наша газета преобразилась, формат её изменился, но он всегда актуален. Во все времена я начала газету читать нашу районную со знамя «Октября», затем «Алёкма». И сейчас я обращаюсь уже к электронной газете, к сайту её, поэтому она всегда актуальна. Век развития технологий молодой читатель ушёл в информационное поле интернета, но и здесь газета на высоте. Газета представлена печатным вариантом. Газетные материалы выходят на сайте alekma.rf. Кроме того, у нас имеется телеграм-канал, ВКонтакте и в Одноклассниках. Очень широко на любой потребности и вкус. И кроме этого ещё в WhatsApp. Тем не менее, и сегодня любима и ожидаема классическая «Алёкма» в бумаге. А насколько вы тебе интересно, что ты нашёлся? Я получил новую информацию для своей работы по «Шаг в будущее», «Алсибы». И нашёл нужных людей, как Любовь Дмитриевну, строителя аэропорта и ещё новую информацию. На день рождения издания собралось много гостей. У каждого нашлось доброе слово юбилярам. Можно было идти, жаловались в газету, добивались чего-то. Кому-то не дали квартиру, пошёл в редакцию. Редакция организует проверку и так далее. И, естественно, консультировались немножко и с партийными органами. Я вот помню, когда жалобы были, а я тогда завпромышленным отделом работала, так я ездила в Якутск, потому что походила-походилась. Не могу набрать материалы у юристов. Мне говорят, а ещё там есть же, как его рядом с центральным кинотеатром, дом Союзов был. И там есть юридический отдел. Я все письма собрала с жалобами и поехала консультироваться. К 90-летию коллектив газеты проводит ряд мероприятий и конкурсов. Каждый сможет принять участие в области, которая ему больше по душе. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Продолжение следует...